Их детство просто разбомбили. Голодные и оборванные они наравне со взрослыми как могли приближали великую победу. Но несмотря ни на что продолжали ходить в школу, а буквы иногда изучали по обрывкам старых газет. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, дети войны. Третья заключительная часть. Настал сентябрь. Все дети пошли в школу. Я тоже пошла в школу в первый класс. Не проучилась я, может быть, и неделя, как дифтерит. У меня это бывало очень часто. Я маленькая без конца болела. В 44-м бы 7 лет исполнился. Я пошла в школу, у меня семей не было. Мои подруги на 2 года старше меня. На парте осталась раскрытая тетрадь. Не выпало им дописать, дочитать. Когда навалились на город фугасные бомбы и голод. Когда навалились на город фугасные бомбы и голод. Первая смена приходит, у порога скидывает валенки. А мы, вторая смена, уже ждем эти валенки. Подбираем эти валенки, обуваемся в них и идем в школу. А вместо пальто, вот тогда ФЗО, ходили в таких пиджаках. Нас одевали в эти пиджаки 50-го размера. Закатывали вот так вот рукава. Плечи вот здесь где-то были у локтя. По полу, по земле вылочились этот пиджак, потому что он доставал до земли. И вот еще маленькие были дети. Нас одевали вот в эти пиджаки. И вот такая кулема. Шли мы в школу. В парте были такие вот, дырочки стояли, чернили стеклянные. Наливали чернила, чернила мерзла. В школу не отапливались. Мы сидим, дрожим. А деты все кой-кад. Один вот был с нами, Толи. Его звали, кажется, Буянка. Он ходил на шинель, какая-то, не с его плеча. Рукав один так вот отрезанный. Учился тоже отлично, очень хороший был. Дети войны, станет собственной памяти старше мы, наши сыны, этой страшной войны и давшие. Пусть счастливы будут людьми. Мир этот дом, да сбудется мир. Мир этот дом, да сбудется мир. Работали под лозунгом все для фронта, все для победы, все для разгрома врага. Фронт и тыл были едины, мы знали. Председатель колхоза сказал родителям, пусть ваши дети помогают колхозу. Так как в колхозе много работы, и надо эту работу, какую они могут, чтобы они выполняли. Родители нам сказали, мы это приняли. Все поля знаю, и все луга, все знаю, везде было. Нас они жнуть, а мы снопы таскаем, красцы. Нам одевали кофты с длинным рукавом. Мы под вас нападем, остальная часть по земле влачется. Мы идем, а женщины в хрестиск, их ставили так, чтобы если дождь пошел, вниз колосками, чтобы вода ссекала с них. И после нас кормили там обедом, щи варили, безо всего, и один огурчик давали. Нас детей вперед пропускали. А к вечеру в кладовой давали по 150 грамм хлеба. Мы ж ходили босые, вот маленькие дети сравнительно, и вот летом ходили на колоски собирать. А жневье, струпья там такие, эти, там рожили пшеница, не знаю, что там росло. А мы босые и еще в болячках, и в этих гнойниках, ноги. От Советского информбюро. От его дальнейшей речи мы узнаем, что положительный, что отрицательный. И вот от Советского информбюро скажет, а потом говорит, наши войска, все, значит все в порядке. А то говорит, наши войска, и т.д. и т.п. И так мы ждали. Дом у хозяев был такой, что она приняла нас к себе, а в какой-то части дома поселились немцы. И она, видимо, может рассказала о том, что я без жилища, без жилья, что не знаю, они могусь-ка, а маленькая, могусь-ка, а маленькая. И конфеты мне давали. Но я думаю, что не только мне давали конфеты. Что в русских, что в немцах, что в других нациях, разные люди были. Были и хорошие люди. Вот мама в 44-м году родила мальчика, братика. Вы знаете, вот один мужчина, он принес все сладости, все-все-все. Ну, бабушка боялась маме давать. Сначала думала, что хотят отравить. Ну, немец, есть немец. Меня, говорит, дома тоже трое. Вы думаете, я хочу воевать? Я не хочу, говорит, воевать. Ну, что сделаешь? Надо. А были, конечно, и расстреливали людей, и вешали людей. А вы видели виселицу? Конечно, у нас в деревне очень много было таких даже. Придем, смотрим, виселица. И на виселице три человека повешена. Женщина, которая с детьми работала. И я знала, что она с нами возилась много, да. Вот написано, коммунист. Вот парень повешен, написано, вор. Вот. И у третьего была надпись «Партизан». Думаю, какие партизаны? Только немцы оккупировали город откуда. Ну, видно, они, может, привезли, может, под этим флагом нас запугивали, не знаю. Много же в плен попали немцы. И они их пригнали всех сюда, вот на это место, где они разрушили эту дорогу, и заставили ее эту дорогу обратно выкладывать. А выкладывали вот такие вот кирпичики, камушки такие. Вот один-один они выкладывали эту дорогу. Не асфальт был, допустим, заасфальтирован, а камушком вот таким. И они вот эти пленные, вот эту всю дорогу обратно возновили. Все, она и по сегодняшний день эта дорога существует. У нас еще радио не было. Помню, мама топит печку, Маша вот старшая страница, мама. Война кончилась. У каждого в памяти, вот у моей мамы, остался в памяти День Победы. Когда День Победы, у нее брызнули слезы, и она сказала, Господи, мамочка и все остальные, простите меня ради Бога. Она говорит, ну что ты для меня День Победы? Отца нет, брата нет. Сама неизвестно как чего. Для меня День Победы, для каждого День Победы, он в основном, конечно, это радость. Помню, мы бегали во дворе, мама вышла и кричит мне, Лена, Победа, Победа. Когда совсем никто не поверил, в основном женщин, я говорю, да, и все как будто они потеряли дар речи. Какой-то период времени прошло, слезы, слезы, женские слезы, как говорят, море слез. Давайте помянем тех, кого нет уже с нами, кто защитил нас, вот тех давайте помянем, а потом будем веселиться, а потом за здоровье все. Всему миру крепко, прикрепкого здоровья, с праздником всех. Желаю счастья и только здоровья и чистого неба над головой. Я всем желаю душевного сил, спокойствия. Нет, спокойствия не надо. Сил, чтобы вставать утром. Вот я вам рассказала, как я вставала. Сил нет. А я сегодня два неудобства себе рассказала по поводу вашего. Я насемеялась до 100. Я подняла себе настроение. Думаю, нет, Серова, садись, ну-ка давай рассказывай. Тебе больше не удастся рассказать. Завтра неизвестно, встанешь ты или вообще, или не встанешь, а давай-ка ты сегодня вот рассказывай. Идешь ли не дальше. Столько, сколько тебя ты мерен с судьбой. Субтитры подогнал Игорь Негода.